Ветераны Великой Отечественной войны Ветераны Великой Отечественной войны Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Кулахметов Марат Минюрович Председатель Верховного Суда Республики Южная Осетия Кочиева Олеся Ахсаровна Руководитель Администрации Президента Республики Южная Осетия Козаев Игорь Вахтангович Секретарь Совета Безопасности Республики Южная Осетия Вальев Валерий Павлович Первый заместитель Председателя Парламента Республики Южная Осетия Гассиев Петр Леонидович Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Медоев Дмитрий Николаевич Министр Республики Южная Осетия по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий Чочиев Азамат Олимбегович Министр Юстиции Республики Южная Осетия Лалиева Залина Юрьевна Министр внутренних дел Республики Южная Осетия Пухаев Мераб Дмитриевич Посол Республики Абхазия в Республике Южная Осетия Элбакиев Алан Мухарбекович Исполняющий обязанности Генерального прокурора Республики Южная Осетия Багаев Магомед Вячеславович Официальный представитель Приднестровской Молдавской Республики в Республике Южная Осетия Плиев Алан Султанович Государственный советник Президента Республики Южная Осетия Горбунов Валерий Анатольевич Руководитель службы внешней разведки Республики Южная Осетия Генерал-лейтенант Варзиев Алексей Александрович Председатель комитета государственной безопасности Республики Южная Осетия Ширан Олег Игоревич Начальник государственной службы охраны Республики Южная Осетия Захарченко Андрей Николаевич Начальник пограничного управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации в Республике Южная Осетия Генерал-майор Щемелин Владимир Сергеевич Глава администрации города Цхинвал Кочев Алан Григорьевич Командир 4-й военной базы Министерства пороны Российской Федерации в Республике Южная Осетия Гвардии полковник Вязовский Роман Юрьевич В ознаменовании 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Парад Победы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Государственный флаг Республики Южная Осетия Это один из атрибутов нашего суверенитета В триколоре воплощены три главные ценности национального самосознания Благодать, доблесть и изобилие Знамя Победы Это символ мужества и отваги Чести и достоинства Защиты Отечества от фашизма 1 мая 1945 года Над поверженным Рейхстагом Был воодружен штурмовой флаг 150-й ордена Кутузова 2-й степени Идридской стрелковой дивизии Законодательством установлено, что знамя Победы Является официальным символом Победы Советского народа И его вооруженных сил Над нацистской Германией В Великой Отечественной войне Вольно Правда Смирно Для встречи слева На кро Военный парад Во знаменовании 76-й годовщины Победы В Великой Отечественной войне Принимает министр обороны Республики Южная Осетия Гвардии генерал-ретенант Ибрагим Гассеев Командует парадом Начальник генерального штаба вооруженных сил Первый заместитель министра обороны Республики Южная Осетия Гвардии генерал-майор Виктор Федоров Товарищ министр обороны Республики Южная Осетия Войска Скинвальского гарнизона Для парада Вознаменование 76-й годовщины Победы Советского народа В Великой Отечественной войне Построены Командующий парадом гвардии генерал-майор Федоров По традиции парады Вознаменовании важнейших государственных праздников Проводятся на центральной площади города Героя Скинвал Отсюда волны-добровольцы уходили на фронт Здесь бойцы отрядов самообороны В начале 90-х годов прошлого столетия Принимали присягу на верность Родине Эта площадь стала для всех нас священным местом Со своей богатой историей Местом единения всего народа Во имя свободы и независимости Субтитры создавал DimaTorzok Гвардии генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев И гвардии генерал-майор Виктор Федоров Совершают объезд парадных расчетов Поздравляют участников парада 76-й годовщиной победы Советского народа В Великой Отечественной войне Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы В Великой Отечественной войне! Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи, товарищи, страны! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы В Великой Отечественной войне! Ура! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, товарищи гвардейцы! Здравствуйте, товарищи гвардейцы! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищи гвардейцы! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Для доклада о готовности парадных расчетов Верховному Главнокомандующему Вооруженными Силами Президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову! Верховный Главнокомандующий Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Республики Южная Осетия! Войска Схимвальского гарнизона к параду вознаменования 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне готовы! Министр обороны Республики Южная Осетия генерал-лейтенант Гассеев! Война! 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 Товарищи солдаты и сержанты! Товарищи офицеры и генералы! Поздравляю вас с 76-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне! Поздравляю вас с этим великим праздником, который на протяжении стольких лет чтут все ныне живущие поколения и которые будут чтить наши внуки и правнуки, так, как это делаем мы! Отмечая этот святой день, мы отдаем дань памяти героизму фронтовиков, которые своим ратным подвигом, своей кровью, силой духа и преданностью Отечества проложили путь к победе, защитив право народа на жизнь и свободу! Мы в неоплатном долгу перед теми, кто погиб на войне! Невозможно забыть сражения за Москву, Сталинград, битву за Кавказ и Крым, Курскую дугу, бои за освобождение Европы, подвиги партизан и ополченцев, самоотверженность тех, кто ценой невероятного напряжения сил ковал оружие и обеспечивал сражающуюся армию всем самым необходимым! Сегодняшний день для нашего народа память о беспримерном героизме и о цене победы! Вклад Южной Осетии не сравним с размерами нашей страны! Мы потеряли больше жизни наших воинов, чем целый ряд вместе взятых государств дальнего зарубежья, претендующих на историческую значимость своей роли в победе над фашистской Германией! Сыны Осетии показали на полях сражений Великой Отечественной образцы подлинно массового героизма! Они громили врага, не исчая ради победы в своих жизнях! Из Южной Осетии, понявшей огромные людские потери от геноцида 1920 года, на фронт ушло около 22 тысяч воинов! Почти все взрослое население! Из этого числа домой вернулось всего около 3 тысяч человек! Вдумаемся в эти цифры! Минутой молчания почтим ушедших героев! Минутой молчания почтимует... Продолжение следует... 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 Великой Отечественной войне. Да здравствуют ветераны, воины победы. С днем победы, дорогие друзья. Ура, товарищи! С днем победы. 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 Парад. С днем победы. Парад. В военном параде. В ознаменовании 76-й годовщины победы. В Великой Отечественной войне принимают участие парадные расчеты. Министерство обороны. Курсанты Кадетской школы, Министерство обороны Южной Осетии. Парадные расчеты женщин-военнослужащих Министерства обороны и служащих Министерством внутренних дел Республики Южная Осетия. Военные парады в городе Герои Цхинвал проводились еще в советское время. В них принимали участие военнослужащие саперного и вертолетного полков советской армии, дислоцированных в городе Цхинвал. В новейшей истории Южной Осетии военные парады проводятся с середины 90-х годов. В них принимали участие военнослужащие роты специального назначения, артиллерийского дивизиона, разведывательного подразделения Министерства обороны Республики Южная Осетия, отряда милиции особого назначения, военнослужащие мотострелкового батальона миротворческих сил от Республики Северная Осетия, Алания. В дальнейшем количество парадных расчетов и воинских подразделений увеличивалось, а после 2009 года в парадах принимают участие также воинские контингенты Российской Федерации в Республике Южная Осетия. Последние годы в различных странах пытаются переписать историю Второй мировой войны, принизить роль Советского Союза в разгроме фашизма. Но мы всегда будем помнить великий подвиг наших отцов и дедов. На фронтах Великой Отечественной сражались 22 тысячи бойцов из Юго-Осетинской автономной области. Это каждый пятый ее житель. Из них более 11 тысяч погибли на поле боя. Более 7 тысяч воинов до сих пор считаются пропавшими без вести. Героями Советского Союза стали 32 осетина. 8 из них уроженцы Южной Осетии. В числе героев осетин прославлены полководцы. Дважды герой Советского Союза. Герой Монгольской Народной Республики. Генерал армии Иса Аблиев. Герой Советского Союза. Генерал армии Йоргий Хитагуров. Герой Советского Союза. Генерал-полковник Хаджи Умар Мамсуров. 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 Первый заместитель министра обороны, гвардии генерал-майор Виктор Федоров В сопровождении курсантов-барабанщиков кадетской школы Дальше, прожественным маршем проходят знаменные группы с государствами Мага Республики Южная Осетия и знаменем победы Парадный расчет возглавляет заместитель командира РОК и почетного караула Гвардии лейтенант Мурат Маркин Перед трибуной знаменная группа с боевым знаменем вооруженных сил Республики Южная Осетия Знаменную группу возглавляет гвардии лейтенант Ибрагим Лалиев Боевое знамя несет гвардии старший серстан Сослан Октайев Который сегодня отмечает свой день рождения В парадном расчете старшие офицеры органов управления Министерства обороны И Генерального штаба вооруженных сил Республики Южная Осетия Во главе расчета гвардии полковник Гамлет Габараев Перед трибуной парадной расчет командования звездовой бригады Которую возглавляет командир бригады гвардии подполковник Давид Лохов В составе колонны военнослужащие и кавалеры ордена Лат-Колубки В парадном строю парадный расчет женщин военнослужащих Во главе с гвардией подполковником Цюрик Вейдеровой Женщины военнослужащие выполняют задачи наряду с мужчинами И отличаются ответственным отношением к выполнению обязанностей В парадном строю расчеты батальона специального назначения Имени полковника Василима Мулдарова Элитного подразделения Министерства обороны Республики Южная Осетия Знаменную группу возглавляет гвардии майор Алексей Захаров Боевой знамя в руках гвардии лейтенанта Дмитрия Кумкиева Ассистент гвардии лейтенант Александр Шаблохов Следовой сармат Газаев Первый парадный расчет возглавляет командир батальона майор Инар Сабанов Внук героя Советского Союза Григория Сабанова Второй парадный расчет возглавляет гвардии старший лейтенант Лерий Сабанов Бойцы спецнадок способны выполнять боевые задачи любой сложности У трибуны военнослужащие мотострелкового батальона Министерство обороны Республики Южная Осетия Во главе с командиром подразделения гвардии майором Афгантилом Ягулаевым У трибуны курсанты кадетской школы Кадеты являются последователями славных воинских традиций Доставшихся нам от старших поколений воинов Кадеты регулярно принимают участие во всероссийских сборах кадетских корпусов И неизменно становятся победителями и призерами различных конкурсов Возглавляет парадный расчет офицер-воспитатель гвардии капитан Феликс Каватов У трибуны знаменные группы парадный расчеты Четвертой базы Министерства обороны Российской Федерации Дистанцированная в Республике Южная Осетия Командир парадной колонны полковник Владимир Сердюгов Знаменную группу с государственным флагом Российской Федерации Возглавляет майор Владимир Гоголев Флаг несет старший лейтенант Николай Гаршин Знаменную группу с боевым знаменем 4-й военной базы Возглавляет майор Андрей Старокин Знамя несет лейтенант Сахар Гаршин Парадный расчет 1-го мотострелкового батальона 4-й военной базы Возглавляет лейтенант Сармат Наниев У трибуны военнослужащие 2-го мотострелкового батальона 4-й военной базы Расчет возглавляет старший лейтенант Кирилл Белый На площади 3-й парадный расчет 4-й военной базы Которую возглавляет капитан Андрей Козлов В парадном строю военнослужащие разведывательного батальона Перед трибуной знаменная группа и парадный расчет Пограничной службы Комитета госбезопасности Республики Южная Осетия Пограничники с честью и достоинством выполняют задачи По защите государственной границы В знаменной группе капитан Дмитрий Догузов Старший прапорщик Игорь Догузов Лейтенант Людвиг Джоев Старший прапорщик Вадим ТДС Парадный расчет возглавляет подполковник Рутен Абайев У трибуны знаменная группа и парадный расчет Министерства по делам гражданской обороны Чрезвычайными ситуациями ликвидации последствий Стихийных бедствий Республики Южная Осетия В знаменной группе капитан Инал Гагиев Капитан Андрей Кумаритов Лейтенант Олег Схавребов И старший лейтенант Артур Джоев Парадный расчет возглавляет капитан Руслан Гигулаев Перед трибуной парадный расчет Министерства юстиции Республики Южная Осетия Во главе с лейтенантом Арленом Кочиев У трибуны знаменная группа МВД Республики Южная Осетия В составе старших лейтенантов Сослана Джоева, Алана Андреева, Алана Бигулаева и Вадима Джагаева За ними следует парадный расчет Женщин-сотрудников Министерства внутренних дел Возглавляемый кавалером ордена Лат Самунга Подполковником милиции Шореной Деканаидзе В знаменной группе отряда милиции особого назначения Полковник Нодар Эльзаров Майор Дамбулат Тиги Прапорщик Ильин Джагаев Старшина Ибрагим Ухаев Во главе первого парадного расчета ОМОН Майор Сотслав Заттеев Указом президента Республики Южная Осетия В феврале 2011 года Отряду милиции особого назначения имени Вадима Газаева За большие заслуги Средотечества Было вручено боевое знамя Во главе второго парадного расчета ОМОН Майор Инал Габараев Отряд милиции особого назначения Славен своими славными боевыми традициями Это одно из старейших подразделений Южной Осетии Бойцы ОМОНа всегда стоят на страже внутренней и внешней безопасности государства Военный парад продолжает конная группа богат управления ФСБ России в Южной Осетии Возглавляет группу подполковник Евгений Козлитин Возглавляет группу подразделений Южной Осетии На площади специальные бронированные машины «Тигр» Отряда милиции особого назначения Командиры экипажей Замкомандира ОМОН Кавалер медали защитник Отечества Полковник милиции Мурак Абаев И командир моторизованной роты ОМОН Кавалер медали защитник Отечества Подполковник милиции Мелс Хавребов В трибуне приближаются бронетранспортеры Экипажи которых состоят из бойцов отряда милиции особого назначения имени Вадима Газаева В составе первого экипажа Кавалер медали защитнику Отечества Заместитель командира роты ОМОН Майор милиции Владимир Хавребов В составе экипажа второй машины Командир взвода ОМОН Капитан милиции Яков Бибилов На площадь вступают колонна бронетранспортеров Вооруженных сил Республики Южная Осетия В составе экипажей Кавалеры государственных и ведомственных фронтград Отличники военной службы Гвардии старший лейтенант Сергей Битиев Гвардии старший сержант Алан Поростаев И рядовой Ян Козаев На площади колонна бронетранспортеров 4-й гвардейской военной базы Министерства обороны Российской Федерации Основой защиты боевого расчета От воздействия огневых средств противника В том числе ядерного, химического И бактериологического оружия Служит круговое бронирование машины Герметизация корпуса и башни Создание в них избыточного давления Очищенного воздуха Машина вооружена башенной пулеметной установкой Средствами связи Системой защиты от оружия массового поражения Противопожарным оборудованием Системой обеспечения обитаемости На площади реактивной системы Залпового огня ГРАД Вооруженных сил Республики И 4-й военной базы Российской Федерации Система залпового огня БМ-21 ГРАД Предназначена для поражения Открытой и укрытой живой силой Небронированной и легкобронированной техники Активистских и минометных батарей Командных пунктов и других целей противника При нахождении их в районах разведоточения И в ходе боевых действий ГРАД успешно применялся В климатических условиях Азии Африки и Латинской Америки В России во время боевых действий в Чечне А также в борьбе с грузинскими войсками В Южной Осетии У трибуны на летних парадных расчетах Буксируемая артиллерия БС-3 Это 100-мм полевая пушка Образца 1944 года БС-3 способна эффективно бороться С танками противника На дистанциях, превышающих дальность прямого выстрела Она активно и успешно использовалась В Великой Отечественной войне После ее окончания Она долго состояла на вооружении Советской Армии Послужила базой для создания семейства Мощных противотанковых пушек Использующихся в Российской Армии В настоящее время За ними к трибуне приближаются 122-мм гаубицы Д-30 Состоящие на вооружении нашей армии И 4-й гвардейской военной базы Российской Федерации 122-мм гаубица Д-30 Является модифицированным вариантом гаубицы И предназначена для уничтожения и подавления Живой силы противника Как на открытой местности Так и находящихся в укрытиях Польвого типа На площади 120-мм полковые минометы Министерства обороны Республики Южная Осетия На площадь вступают 23-мм гаубицы И установки вооруженных сил Республики Южная Осетия Республики Южная Осетия Республика Южная Осетия Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Тorzok 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 Дима Тorzok